Музыкальный магазин Музыкальный магазин Музыкальный магазин Надеяться на свой слух я бы не стал Некоторой альтернативой такому тюнеру Может выступить программа тюнера на телефоне Но телефон это гораздо менее удобная штука Чем вот такая вот прищепка Тем более что телефон уязвим к внешним шумам А прищепка всегда слышит только гитара Возможно также вам стоит прикупить каподастер Особенно если вы собираетесь играть на акустике Каподастер это легкий способ Изменить тональность гитары Правда конечно только в сторону повышения строя Выглядит он как небольшая прищепка Зажав которую и поставив которую на гриф Вы как бы берете барре Только без использования пальца И постоянно Без всяких усилий Чаще всего каподастер используется Для аккомпанемента пению Потому что не так-то просто изменить тональность голоса А поставив на гриф каподастера в нужную позицию Вы не изменив свою аппликатуру Фактически измените строй гитары И конечно ремень Ремни применяются со всеми типами гитар Однако на классических гитарах Просто так его не поставишь Сначала придется посетить гитарную мастерскую И поставить крепление под него на корпус А на многих акустиках Крепление под ремень только одно А другой конец ремня предполагается вешать за голову грифа Вы можете либо действовать так Либо опять же в мастерской поставить второе крепление На электрогитарах всегда есть куда повесить ремень Играть стоя с ремнем Или сидя без него Это дело вкуса Но естественно если дело дойдет до сцены Тогда скорее всего ремень понадобится И кстати там же на сцене Если вы собираете очень много бегать Прыгать, крутить гитару вокруг себя Есть смысл задуматься о приобретении стрэп-локов Стрэп-локи, например вот эти Это маленькие замковые механизмы Которые намертво сажают ремень на его крепление То есть его нельзя просто взять и сорвать Вместо этого придется нажать на специальную кнопочку Чтобы разъединить механизм Единственное о чем следует помнить при использовании стрэп-локов Да, они намертво фиксируют ремень на крепление Однако они не занимаются тем Что фиксируют само крепление на гитаре Поэтому, несмотря на то, что у вас на гитаре стоят стрэп-локи Если шуруп, который держит крепление под ремень на гитарном корпусе Ослабнет, к сожалению, гитара все равно упадет Поэтому следите за тем, насколько прочные крепления под ремень сидят на гитаре И самое главное Если вы забираете гитару из магазина в коробке Вы не правы Купите, пожалуйста, еще и чехол А в случае приличной гитары Докупите даже кейс И то и другое Это лучший способ, во-первых, защитить гитару от внешних воздействий Включая климатическое, в случае акустической гитары Именно в чехол и кейс кладется увлажнитель Кроме того, иногда вы все-таки будете носить куда-то гитару И в этом случае чехол или кейс вам тоже понадобятся А уж если вы вдруг когда-нибудь собираетесь с гитарой летать То чтобы сдавать ее в багажное отделение Поскольку в салон ее, скорее всего, не примут Вам понадобится не просто кейс А так называемый аэрокейс Как правило, этим словом обозначают кейсы Достаточно прочные Чтобы их можно было сдавать в багаж Без риска для гитары Но независимо от того, собираете вы в самолет или нет По крайней мере, самый дешевый чехол за 500 рублей Это гораздо лучше, чем коробка Купите его, пожалуйста Продолжение следует...